Зайдите, дверь открыта, кругом доска, под поле вот столько вода, огород, как кисель. Зайдите, вот посмотрите, я вот подкнула на доску, вот, ладно, что на глаза не упало. Вот так мучаемся. Трудности 85-летней пенсионерки, которая проживает в частном доме на улице Гагарина, начинаются каждую весну. Как только приходит отепель, последствия от скопившегося снега превращаются в так называемые озера, из-за которых жить в своем доме становится совсем непросто. Мы сначала, меньше была вода. Четыре бушки, по 200 литров бушки с бабаем. Мне 85-й год уже, не ведром воды, так сказать, устало, лежало. Меня сейчас зло берет за все. Данная проблема некоторых улиц частного сектора существует не первый год, а местные жители, в свою очередь, становятся заложниками погодных условий и придумывают различные способы по откачке талой воды. Все участки в воде, в огороде вода. В погребе полные воды. Вот, сами видите, у них до самого этого, у нас вот маленько подняты, мы каждый год поднимаем землю, возим. А у них прям ведь до самого дома и во дворе везде вода. Они вот, у нас снег тут был, они все по снегу лазили, ходили туда домой. Сейчас вон маленько, видите, чуть-чуть спала вроде бы вода. А ведь была прям до самого гаража. И ведь погребов-то не хранить-то мы ничего не можем. Банки-то все плавают вверху, туда же не подступиться. Люди-то страдают. Весенние разливы на собственных участках вызывают серьезные опасения среди местных жителей. За помощью многие из них обращаются в городскую администрацию и коммунальные службы. Или самостоятельно производят откачку. Однако для высыхания участков нужны дополнительные источные коммуникации и теплая сухая погода. Сезам, откройте. А у соседки под самые половицы. И там вот глубина где-то на ветра, наверное, метр. Самая главная беда – это подступ воды в подпольное пространство и вымывание грунта из-под фундамента. Вот, из-за этого фундамент ослабляется и трещина на доме образуется. Вот, дом усадку дает. По администрации обращаемся каждый год. Ничего не помогает. Все домой заходит, все под дом заходит. Дом еще свежий, только построенный, можно сказать. И все равно уже подмывает дом. Администрация никак на это не реагирует. Насосами откачиваем из дома. А так здесь смысла не откачивать. Она сам обратно заходит. По словам местных жителей, ежегодной причиной скопления талой воды на их придомовых участках становятся забитые дренажные канавы. Данные инженерные решения были заложены в далекие времена и представляют собой широкие трубы, по которым вода должна отходить от домов и стекать в ближайшее источное озеро. Однако, в связи с износом и большим количеством новых построек, эти трубы местами забиты различным мусором и песком. Вот эта канава, она вся переполнена. У нас она почищена. Там в конце тоже я почистил, ближе к болоту. Вот в середине, там затор, там трубы просто, можно сказать, нет. Это вот сегодня, это вот сегодня буквально мы вот прокопали то, что поверх упустили воду, поверх трубы. Теперь можно хоть пройти, а до этого пройти нельзя было. То есть, то, что там воду маленько почистили, это канава, здесь маленькая вода ушла у нас, а так все вот под бетон все было в воде. Чуть-чуть получше, чтобы стало, а так все в воде. Как пояснили в администрации Волжска, им известно о присутствии данной проблемы и скоплении большого количества талых вод на улицах частного сектора, в том числе и на улице Гагарина. Работами по расчистке дренажных канав и откачке воды, согласно муниципальному контракту, занимается комбинат благоустройства. Была заявка, заявка в четверг, пятницу, два дня отрабатывали силами наших сотрудников и техники, одна единица техники. Причину мы так не установили, скорее всего предположение было, что это лед, который скопился в трубе. Может быть лед можно посторонний предмет, который мог упасть вследствие того, что мусорная куча находится на границе ливневки. Затруднен подход к ливневой трубе, то есть там находится и забор, находится автотранспорт собственников, поэтому затруднены, работы были. Если вода не уйдет с какого-то участка, сейчас ливневая канализация работает, вода уходит, то есть освободились участки. Если на каких-то участках застой воды остался, мы в любом случае отреагируем, заявку к нам сбрасывайте, мы тут же пошли масс-машину. То есть никого не оставим в стране. На данный момент вода постепенно уходит. По мнению местных жителей, при сухой и теплой погоде эти затопления на частных участках должны полностью высохнуть в течение нескольких недель. Однако все понимают, что эта проблема вернется вновь с приходом сильных дождей или снова весны, пока не будет проработан вопрос о модернизации сточной системы.